Ой, утро. Стандартное место, где я появляюсь, это здание муниципалитета. Всегда здесь очень много клиентов, которые оставляют чаевые, и мы боремся за них первыми. Я всегда приезжаю первыми, но, к сожалению, на этот раз меня опередил один мерзавец. Ну, не мое это дело, по крайней мере, те деньги, которые мне заплатили те бандиты, которых я подвез, мне их хватит для того, чтобы успокоить свою гордыню. Эй, вы не могли бы подбросить меня до церкви в деловом районе? Ладно, ладно. Наверняка идешь и споедаться в грехах, да, поскольку очередную старушку обвел вокруг пальца. Ох, уши эти толстосумы, терпеть вас не могу. Из-за вас я вынужден работать целыми днями, сутки напролет, не высыпаясь. Голова уже болит который день, но не важно, не важно. По крайней мере, я вернулся к своей стабильной, старой, доброй работе, и я чертовски надеюсь на то, что меня не ждет такое же испытание, которое меня ждало три дня назад, вечером. Все, в Хобыкин я больше ни ногой. Нет, 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 ни за что. По крайней мере, не вечером. Так, ну что же, тот самый музей, который я не так давно посетил с Каталиной. Правда, что-то чую, она мне больше не позвонит. Ну ладно, ничего страшного, по крайней мере, я не смог ее ничем удивить. Мои познания в живописи ограничиваются. О, смотри, какая классная картина. По-моему, она весьма достойно смотрится на этом стенде. Да. Ну, я думаю, что она и тоже не очень-то образованная, по крайней мере, в этом. Она очень долго молчала и просто смотрелась в картину, возможно, просто из вежливости. Ну и к тому же, если я чихну на одно из этих полотен, мне кажется, я до конца своей жизни не расплачусь. Даже с половиной суммы. Ну кто же так резко тормозит? Ой, что-то нервы у меня совсем не к черту. Зря я выпил так много кофе. Нехарактерно много для моего рациона завтрака. Какие-то бешеные люди. Вы встали с твоей ноги наверняка, да? Так, заворачивай, заворачивай. Ох уж эти кадушки. Терпеть не могу эти машины. Медленные, их не обгонишь, они непредсказуемые. Ладно, постараюсь пойти на обгон. Я надеюсь, что качка не даст возможности этому клиенту дать мне чуть меньше денег, чем обычно дают такие богатенькие. Хотя, чем богаче клиент обычно, тем он жаднее. А вот я проехал Бордель Корлеоне. То самое место, которое я посетил недавно. Ох, это было жарко. Но лучше сейчас об этом не думать, потому что явно я не буду настроен на то, чтобы нормально делать свою работу. Я немножко нервничаю. Из-за этого я пропускаю поворот. Это совсем не характерно для меня. Возможно, это как-то отразится на моей плате. Хотя, быть может, я просто хотел проверить новую маршрутку. Ладно, остановитесь здесь, возле лестницы. Давай, исповедуйся. Спасибо, вот вам за проезд. Ну, конечно, как обычно. В понедельник все жадные. Вы свободны. Мне нужно в больницу, Юра. Нет проблем. Что же, церковь не помогла тебе избавиться от твоей болезни. Да, я решил все-таки традиционными методами. Ну, ладно, не мое это дело. Я не так давно был в этой больнице у стоматолога. Ох, это было самое ужасное. Наверняка, после той встречи с бандитами. И это было самое ужасное воспоминание этого месяца. Так, ой-ой-ой. Наверняка, он этого не видел. Он просто искал деньги в этот момент. Все в порядке. Надеюсь, что мои номера не запомнят. И впредь не будут пользоваться моими услугами. Все светофоры собираю. Сумасшедший понедельник. А вот и тот самый хороший сквер. Ох, как там хорошо я засиживался с... Той девушкой. Я даже не помню ее имя. Она была интересная. Все время смеялась над моими шутками. Что было не характерно. Я тот еще весельчак. Но чтобы шутить над одной... Смеяться над одной и той же шуткой. Несколько раз подряд. Это немножко странно. Возможно, он просто хотел оказаться мне вежливой. Но это немножко... Странно. Что-то полицейски развилось очень много. Видимо, из-за того самого события. Так. Все. Все. Томми, приди в себя. Что-то нервы тебя не выдерживают совершенно. Ох, как же я ненавижу. У вас коробочки мелкие. Долбанные форды. Кто вас вообще придумал? Ладно, Томми. Успокойся. День только начинается, а ты уже весь на взводе. Возможно, мне нужно будет после того, как я отвезу несколько клиентов, выпить еще кофе. Кофе меня успокаивает. Но, возможно, что-то во мне изменилось после той встречи. Да, мне предлагали работу для такого парня, как ты. Всегда найдется работа. Но нет. Лучше я буду спокойненько в свои такси возить клиентов туда-сюда, выслушивать их ворчание, выслушивать их бесполезные рассказы, которые я забуду сразу же после того, как он уйдет. Лучше уж так. По крайней мере, в безопасности. В Хобокин ночью я больше не поеду. Ни за что на свете. Нет, 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 нет. Мне хватило. Все. Какие же вы умельцы? Как вы вовремя выходите? Так, а вот и замечательно. Только парковаться житель Лос-Хевена до сих пор не умеет. Ох, вспоминаю свою старенькую маленькую деревушку. Там было так спокойно. Без суеты. Спасибо. Вот вам за проезд. Ну, конечно. Где же мои дополнительные денежки за то, что я довез тебя очень быстро и комфортно? Мне повезло, что вы здесь. Мне нужно доехать до театра на Центральном острове. Езжайте через мост Джулиана. Так быстрее. Как будет угодно. Какой же песклявый голос. Скорее всего, она едет к своему хахалю, который пригласил ее в театр. Но не мое это дело, но девушка вроде как ничего. Я бы с такой зажег. Но, опять же, мне лучше думать о работе. По крайней мере, спокойная поездка. Увлекает хорошо от мыслей, которые меня чуть был не погубили в последние дни. Ой. Простите. Все в порядке. Это не моя вина. Это просто они едят неправильно. Так, через мост Джулиана. Что же, можно было бы, конечно же, срезать. Но я думаю, что жителям это не понравится. Поэтому я поеду по дороге. По хорошо знакомой дороге. Которую я столько уже возил. Ох, как же это порой утомляет. Но ничего. Ненавижу эту брусчатную дорогу. Постоянно у меня задница болит после того, как я езжу. Очень часто. По этим дорожкам. Так, трамвай. Поезд, гриль. Да, хорошая там курица. Очень вкусная. Правда, потом у меня желудок немножко болел. Видимо, я переборщил немножко со специями. Ничего страшного. Ты будешь ехать или нет? Ну-ка. Какие же. Ладно, все. Томми, успокойся. Тем более, тебе не хватало еще на полицейских нарваться. Почему ты сигналишь в одну сторону, а едешь совершенно в другую? Что за козлы такие ездят на Лост Хевене? Что же за безумный город-то? То бандиты ездят, стреляют безнаказанно по улицам города. То просто стоят и не знают даже, куда повернуть. Ой, сумасшествие. Просто какой-то долбанутый город. Возможно, мне нужно будет взять отпуск. Хотя денег у меня не так много, поэтому мне выбирать не приходится. Что ж, вот твой мост Джулиана. Почему именно через него ты захотела ехать? Возможно, у тебя какие-то воспоминания. Возможно, ты с бойфрендом здесь гуляла и смотрела на море. На закат. Мне этого ничего не понять. У меня мало какие отношения получались. Да, была одна девушка, с которой встречался больше месяца. Но она таинственным образом куда-то исчезла. Видимо, она не смирилась с тем, что я всего лишь таксист. Конечно, им всем хочется всего и сразу. Но, увы, я этого позволить не могу. Ненадолго стоит заехать на встречную полосу. Я не хочу опять плестись за этими медленными машинками. Замечательно. Хотя бы на один светофор я проехал отлично. Да, вот, видимо, ее хахали идет. Ждет. Пожалуйста. Вот, держите деньги. До свидания. Всего доброго. Надо было узнать ее адрес. Ну ладно. Нет. Это очередной клиент. Добрый день. Отвезите меня в Хобокин, в бар Помпей. Конечно, садитесь. Что, что, что? Подождите. То есть меня, человек в дорогом костюме, просит его отвезти в самый бедный район города? В Хобокин? В бар Помпей? Там же одни негры обитают. Что-то, видимо, я не понимаю. Возможно, Хобокин не такой уж и плохой район, как я о нем думал. Ну, последний раз, когда я ездил туда, мне там были совершенно не рады. Хотя первый раз встречаю человека в дорогом костюме, который едет в Хобокин. Ну, возможно, днем там не так страшно. Возможно. Но я, опять же, сужу со своей последней встречей, и этот район меня совершенно не жаловал. По крайней мере, со здоровьем моим все в порядке, машина цела, и мысли мои прозрачные и простые. Поэтому просто крути баранку, Томми, и не думай ни о чем плохом. Все нормально. Раз уж богатей ездить в этот район, то почему бы и тебе не поездить? По крайней мере, днем. Что-то может случиться плохого днем. Утрули постоянно катаются. Я уж не думаю, что там кто-то будет стрелять в этот момент. Странно, как-то очень мало машин в центре города. Возможно, это как-то связано с понедельником. Возможно, кто-то еще и не проснулся. Или пытаются пользоваться объездными путями. Не вижу смысла в этом, потому что пробок понедельник в этих местах нет. Что ж, замечательно. Сейчас отвезу еще одного клиента и, пожалуй, немножечко отдохну. Как-то меня это утомляет. Видимо, нужно было выспаться гораздо лучше, чем я выспался сейчас. Как-то меня нервирует вся эта обстановка в городе. Возможно, мне стоит сходить к специалисту. Все-таки... Как этого чучела еще можно назвать, а? Он просто идет по дороге. Он не смотрит никуда, ему плевать. Возможно, его уволили, но это же не повод сразу же портить жизнь другим людям, которые, возможно, тебя собьют. Я еще слишком молод, я хочу нормально заработать. Я хочу, в конце концов, жить не как многие из этого района. Хотя, возможно, я предвзятно отношусь к ним. Пожалуй, стоит срезать здесь. Ох уж эти узкие улочки, пропитанные ненавистью, жестокостью и пьянками. О, даже чьи-то портки висят. Да, неужели у людей никакого стыда и совести нету? И спокойно на всеобщее обозрение показывают свои труселя. Ужасно. А вот и бар Помпеи. Тебе точно нужно сюда? Держите, оставьте сдачу. Вот, неужели? Первый человек, который оставил ночь и вы, неужели? Мне нужно к автостоянке возле универсального магазина в маленькой Италии. Довезете? Нет проблем, садитесь в машину. Дружище, ты же таксист. Ты мой коллега, у тебя угнали машину? Возь в мост к Джулиано, а потом в тоннель. Это самая короткая дорога. Как скажешь, дружище. Как скажешь. Что-то мне подсказывает, что у него и денег-то нет, как он со мной расплатится. Но он на самом деле одет как таксист, или как просто рабочий. Хотя что рабочему делать в Хобокине? Возможно, он работает в рабочем квартале, а в Хобокине просто живет. Но тратить столько денег на проезд через весь город, это как-то не очень рационально. Почему бы он просто не снимал комнату у себя там? Это странно. Ну ладно. Все-таки я искренне надеюсь на то, что у него не угнали его такси. Но лучше не спрашивать. Меньше знаешь, крепче спишь. Та самая дорога. Ой, мне прям стало перед глазами то, что я тогда увидел. Он, черт возьми, он же просто взял и застрелил из большого пистолета того человека. Он сидел передо мной, ему просто из него лилась кровь. Жуткие воспоминания. Лучше просто спокойно ездить. Мне на самом деле нужно просто остановиться и выпить чашечку кофе. Как-то меня это немножко напрягает вся эта работа. Возможно, мне нужно было взять еще один выходной. У меня есть деньги. Благодаря этим деньгам я мог бы и месяц целый гулять. Но нет, лучше отвлечься. Лучше сходить в мотель Корлеоне. Погулять с девочками. Возможно, через пару дней я снова стану как огурчик. И смогу вернуться к своей работе. Которую я терпеть не могу, но по крайней мере, которая обеспечивает меня. А это уже не очень плохо в наше тяжелое время. Ну, что тебе мешает повернуть? Это самый тормозной таксист, который я видел за последнее время. Что ему мешало повернуть сразу? Видимо, он совсем не ценит время своих клиентов. Я не такой. Мне кажется, я мог бы больше... Я мог бы стать кем-то большим, нежели просто таксистом, разводящих людей. Но у многих и такой работы нет. Поэтому мне грех жаловаться. Особенно с тем учетом, что я выжил после того самого сумасшедшего дня. Что такое? Женщина за рулем. Если бы там был мужик, я бы просто вышел. Я бы просто вышел на... Томми, держи себя в руках. В конце концов, машина у тебя и так была поцарапана. Поэтому ничего страшного. Зайдешь ты еще в фотосервис. Я надеюсь, что клиент из-за этого мне хоть что-нибудь заплатит. Черт возьми, если ты мне не заплатишь, ты об этом пожалеешь. У тебя не только такси угонят. Тебе еще... Ты бы у меня без штанов пойдешь в свой рабочий квартал стругать. Довольно длинное расстояние я преодолел. Ну, если ты не заплатишь... Ой, ты узнаешь, на что способны твои коллеги-таксисты. Сегодня закончу пораньше. Надо заехать в автосервис. Надеюсь, что хозяин этого фальконера ничего не заметит. Я очень на это надеюсь. По крайней мере, в тот раз мне пришлось ему знатно лапши на уши повесить. Ну, по крайней мере, сделали. И все хорошо, как новенькое заблестело. Пришлось за полировку отдать дополнительные деньги. Но оно того и стоило. А туннель починили. Неужели, наконец-таки? Такая трещина была здесь. Я думал, что скорость случится обвал. Но благо, хоть что-то делают эти власти. Чайна Таун его до сих пор ремонтируют. Что ж, я надеюсь, что я его буду ремонтировать как можно дольше. Ненавижу Чайна Таун, ненавижу этих китайцев. Они никогда не оставляют чаевые. А если оставляют, то настолько мало, что это выглядит как издевка. Что же, он попросил его довезти до стоянки. Возможно, там он оставил свою машину. Может быть, он выпил очень много в баре Помпе и забыл, где оставил свою машину. Но, по-видимому, там ее тоже нет. Странно. Но я не буду его допрашивать. Мне абсолютно неинтересно. Самое главное, чтобы он мне заплатил. Хоть сколько-то. Этого должно хватить. Возьмите деньги. Что ты издеваешься? Тут не хватает. Надо бы выпить кофе. Черт, вы клиенты. Ладно, выпью кофе и успокоюсь. Все хорошо, Томми. Ты большую часть работы выполнил. Я выпил кофе в машине и расслабился. В ожидании, пока появится очередной клиент. Я заметил, что стою недалеко от бара Сальери. Господи! Попался, крысенок! Мистер Морелло сердит на тебя? Мы хотим преподать тебе небольшое... Нет, почему? Что случилось? Эти ублюдки запомнили номер моей машины и использовали его, чтобы выследить меня. Луи подправит тебе портрет. Пошли нахуй. Все, Томми. Ну почему? Нужно было бы еще хотя бы немножко быть дома. Черт возьми, почему меня? Как они меня обнаружили? Что? Я сказал себе, что мистеру Сальери самое время показать, как он умеет быть благодарным. Барс Сальери был немного дальше по улице. Увидеть его было бы куда приятнее, чем получить бейсбольный бип и по голове. Это маленькая Италия? Что это за долбанный район, в котором ему все дозволено? Они просто по мне стреляют. Полицейские, где вы когда так нужны? Черт возьми! Помогите! Как вы... У него пистолет, у него просто пистолет... Он просто меня хочет убить. За что? Он просто даже ничего не спросил у меня. Помогите! Это тебе помогите! По мне стреляют! Хрен моржовый! Я бы сказал, 3 часа в атаке. А, что за долбанный район? Нет, нужно бы отсюда валить как можно быстрее. Черт возьми, я такси... Я его оставил. Я его даже не сапер. Почему меня? Почему? Как? Я ничего не сделал. Я просто сделал то, что от меня требовалось. Они приставили пистолет к моему виску и просто пытались, чтобы я отвался. Нет. Нет, 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 пожалуйста. Мне слишком рано умирать. Я не хочу в этом всем участвовать. Почему не просто спросить? Почему сразу бить? О, боже мой. Я, кажется, сломал ребро. Штор такое-то. Так, Барбар, Барсалей. Барсалей, надеюсь, что меня помнит. Надеюсь, что у меня все будет хорошо. Давай, давай, пожалуйста. Ой, боже, мне кажется, у меня проблемы с сердцем. Что случилось? Боже, они их убили. Они просто убили их. Даже ничего не спросили, что это за люди такие. О, боже. Мне надо реально выпить. Мне нужно не выпить, и кофе уже мне не поможет. Черт возьми, я влип. Я полностью влип. Я полностью в дерьме. В тот раз парни с Альери спасли меня, но я оказался в очень неприятной ситуации. Я расплатился за ремонт машины, но мой босс не хотел иметь дело с теми, кто попадает в неприятности. Это вредит репутации. Когда я увидел, как шикарно одеты ребята с Альери, я подумал, что работать на него не так уж плохо. Кроме того, мне нечего было терять. Морелло охотился за мной, поэтому оставаться таксистом было опасно. И перспектива получать деньги с Альери была не такой уж безрадостной. Как я обычно говорю, лучше помирать молодым и при деньгах. Я просто не осталось выбора. Я должен согласиться. Они спасли меня. Если бы не они, я был бы уже мертв. Какая разница, что с моим такси. Я все равно не вернусь на эту работу. Молодец. 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 Молодец.